какие представления у вас вызывает слово курица возможно вы думаете что она не из разряда самых умных животных к людям привязанности не имеет появляется когда хочет поесть да у нее есть свои функции с помощью которых она служит людям а много ли вам приходилось слышать трогательных рассказов про этих пернатых вот неожиданная история которая демонстрирует куриную жизнь с неожиданной для людей стороны владелец фермы как-то заметил что одна из его кур довольно общительная птица не такая как другие она не любила сидеть в курятнике предпочитала гулять по территории и общаться с другими обитателями фермы но в один из дней начала вести себя как-то непонятно например перестала сопровождать хозяина во время его ежедневных обходов фермы не играла с другими животными и вообще вдруг стала тихой сидела неподвижно в своем домешке поначалу мужчина не очень-то был обеспокоен этим думал что питомица позже вновь начнет ходить с ним на прогулке однако даже спустя некоторое время ситуация ничуть не поменялось потрясенный этим хозяин заметил что курица гуляка не сдвинулась со своего гнезда не на сантиметр что это с ней думал фермер не заболела ли подошел к курице ближе и увидел что она сидит не так как обычно куры сидят на яйцах а вроде кого-то сторожит охраняет принципе она могла бы конечно высиживать яйца но он прекрасно знал что это курица яиц не несла вообще что в таком случае она бережет тихонько чтобы не испугать наседку фермер подобрался к курице глянул в гнездо и буквально рот раскрыл рот от удивления это был шок в теплом гнездышке ворочались новорожденные котята как они попали к столь заботливой курочки мужчина предположил что фермерская кошка которая ждала потомство родила котиков именно здесь в теплом курятники а потом какой-то причине оставила новорожденных тут добрейшая же курица не отважилась бросить котят замерзать и как могла сохраняла их теплом своего тела надо ли говорить как фермер был счастлив во-первых его любимая курочка оказалась вполне здорова во вторых показала свой характер продемонстрировала истинную доброту не став разделять детенышей на своих и чужих